МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал АСБСИ информационно-аналитическая программа «Итоги недели» в студии Мехребанка Сумова. Смотрите в этом выпуске. Укрепление сотрудничества. Президент Ирана посетил Азербайджан с двухдневным визитом. Одно из самых страшных преступлений начала 20 века. Прошло 100 лет со дня геноцида азербайджанцев. 64 погибших из них, 41 ребенок. Трагедия в Кемерове никого не оставила равнодушным. Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности в регионе и в мире. В Азербайджане с двухдневным официальным визитом находился президент Исламской республики Иран Хасан Рухани. По окончании встречи в расширенном составе с участием глав двух государств состоялась церемония подписания документов, затрагивающих различные сферы. Среди них соглашение о финансировании строительства участка железной дороги Астара-Решт на территории Ирана. На совместной пресс-конференции президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, за последние четыре года это одиннадцатая встреча с Хасаном Рухани. Достигнутые в ходе встреч договоренности выполняются, дают хорошие результаты. Было подписано много важных документов, которые придали большой импульс всестороннему развитию Ирана-азербайджанских связей. Кроме этого, Баку и Тегеран активно сотрудничают на международной арене, постоянно поддерживая друг друга. Иран постоянно поддерживает справедливую позицию Азербайджана в связи с урегулированием армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана на основе нормы принципов международного права и голосует в международных организациях за принятые резолюции. Мы очень признательны Ирану за это. Азербайджан также постоянно находится рядом с Ираном во всех международных вопросах. Стороны углубляют сотрудничество в экономической сфере. Начался процесс взаимного инвестирования. Соответствующим структурам были даны поручения по дальнейшему увеличению товара оборота. Среди подписанных в этот раз документов мне хотелось бы особенно отметить два документа. Эти документы связаны с нашей совместной работой на Каспийском море и строительством железной дороги Астара-Решт. Они имеют историческое значение, так как в результате реализации данных документов наше сотрудничество как на Каспийском море, так и в транспортном секторе поднимется на еще более высокую ступень. В то же время это окажет очень позитивное влияние на региональное сотрудничество. Мы пришли к решению развивать формат многостороннего сотрудничества и в области энергетики. Ильхам Алиев отметил, что связи стран не ограничиваются только двусторонним форматом. Стороны успешно действуют в трехстороннем-четырехстороннем форматах сотрудничества. Две встречи президентов Азербайджана, Ирана, России в Баку и Тегеране. Встречи министров иностранных дел и других министров Азербайджана, Ирана, Турции. Состоявшаяся недавно в Баку первая встреча министров иностранных дел Азербайджана, Ирана, Грузии и Турции. Все эти встречи оказывают поддержку региональному сотрудничеству стабильности миру. Президент Азербайджана выразил уверенность, что в короткий срок недостающий участок транспортного коридора север-юг, железная дорога Астара-Решт, будет построенной таким образом, откроются новые возможности для всего евразийского региона. Кроме этого, в результате совместных с соседними странами усилий уже реализуется транспортный коридор север-юг. Параллельно стороны приступили к активной работе по созданию транспортного коридора юг-запад. В дальнейшем коридоры север-юг и восток-запад соединятся. Баку и Тегеран успешно сотрудничают и в военной сфере, углубляют сотрудничество в военно-технической области. Что касается вопроса транзита, то коридор север-юг соединяет воды южного региона Ирана, Персидский залив, Уманское море и Индийский океан, в том числе автомобильным и железнодорожным сообщением с Кавказом, Центральной Азией и Россией, а также с Северной и Восточной Европой. Это свидетельствует об огромном значении транспортного коридора с север-юг. Решение двух стран, касающейся железной дороги Решет-Астара, является показателем того, какое большое значение наше государство придает данному проекту. В Каспийском море у нас много совместных интересов. Мы должны, сотрудничая в области науки, экономики, торговли, судоходства, рыбоводства, туризма, получить максимальную пользу. По словам Хасана Рухани, решение двух государств о взаимном инвестировании, инвестирование как проекта Астара-Астара, так и нового предприятия по производству автомобилей, свидетельствует о том, что страны обладают твердой волей для широкого сотрудничества. Предприняты хорошие шаги в сфере туризма. Сегодня с обеих сторон сотни тысяч людей совершают взаимные поездки. Говоря об урегулировании армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта, президент Ирана отметил, что он должен быть решен политическим путем. Для нас важно, чтобы территориальная целостность стран и география региона не были изменены. Международные принципы, к которым с уважением относится мировая общественность, должны стать инструментом для решения вопроса. После от имени президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева был устроен официальный прием в честь президента Исламской республики Иран Хасана Рухани. Мехрибан Касумова, Сибиси. В рамках визита в Баку также состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум. В нем приняли участие президенты Азербайджана и Ирана. Главы двух государств нажали на кнопку, означающую открытие совместного автомобильного завода «Хазар Азермаш» и компании «Иран Ходро», построенного в Невчалинском промышленном квартале. Затем была предоставлена информация о деятельности предприятия и производственном процессе, а также продемонстрирован видеоролик, повествующий о работе по созданию международных транспортных коридоров север-юг и юг-запад и сведения об Астаринском терминале азербайджанских железных дорог на территории Ирана. Визит Хасана Рухани в Азербайджан в очередной раз свидетельствует об успешной реализации совместных проектов двух стран. Кроме того, он откроет новые перспективы для развития Азербайджана и иранского сотрудничества. Прошло 100 лет со дня геноцида азербайджанцев. В результате начавшихся в Баку в ночь на 31 марта и продолжавшихся до 2 апреля 1918 года массовых убийств погибли десятки тысяч мирных жителей. Только в Баку и его окрестностях их число достигло 30 тысяч. Руководила армянскими националистами их бредовая идея о создании Великой Армении от моря до моря. Осуществить свой план они пытались за счет захвата азербайджанских земель. По своим масштабам геноцид, учиненный армянскими дашнаками в 1918 году, стал одним из самых страшных преступлений в истории человечества. Такие преступления, как геноцид, все еще продолжаются. Причина этого – двойные стандарты и несвоевременная реакция на это ведущих государств. Об этом выступая на республиканской научной конференции, посвященной 100-летней годовщине геноцида азербайджанцев, сказал помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов. Он отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о столетии геноцида азербайджанцев 1918 года, согласно которому был утвержден план мероприятий. Азербайджанский народ никогда не забудет этот геноцид. Будем доводить до мировой общественности информацию об этом и других фактах геноцида, которые заархивированы, в том числе в электронном виде. Наша цель – показать, какие зверства совершили армянские националисты на Южном Кавказе, на азербайджанских землях, в отношениях азербайджанского народа. По случаю 100-летней годовщины геноцида азербайджанцев 1918 года, также прошло шествие в Губинский мемориальный комплекс геноцида. В нем приняли участие официальные лица, депутаты парламента, руководители комитетов компаний, представители дипломатического корпуса, главы религиозных конфессий и граждане из всех регионов страны. Захоронение губинского геноцида было обнаружено 1 апреля 2007 года во время проведения земляных работ на территории. После этого здесь провели большую исследовательскую работу. В результате было установлено, что захоронение связано с геноцидом, совершенным армянскими националистами против местного мирного населения в 1918 году. Наряду с азербайджанцами здесь похоронены представители Лицгинской, Еврейской, Тацкой и других этнических групп. Геноцид азербайджанцев, учиненный армянскими дашнаками совместно с большевиками, длился с 30 марта по 2 апреля 1918 года. Были зверски убиты десятки тысяч мирных азербайджанцев, в том числе женщины, дети и старики. Отряды большевиков и армян возглавлял Степан Шаумян. Геноцид был учинен не только в Баку. 31 марта в 53 селах Шамахинского уезда армянские дашнаки убили 8027 азербайджанцев. В 162 селах Губы были убиты более 16 тысяч человек. Армянские дашнаки сожгли тысячи сел в Ленкаране, Мугане и Нагорном Карабахе. 96-летняя жительница села Ангирхаран Марифат Исламова до сих пор помнит, что стало селом после учиненной резни. С раннего утра обнаружили, что армяне стоят на вершине горы. Они перебили все село. Некоторые спаслись бегством. Кто прятался в ущелье, кто в лесу. Перебили людей. Стреляли из ружья. Били и пытали женщин. Затем они выбрали 70 молодых людей из села и грозили смертью, если те не перейдут на их сторону. Но никто из них так и не сдался врагу. Чрезвычайная следственная комиссия, созданная Азербайджанской демократической республикой 15 июля 1918 года, собрала в связи с массовыми убийствами множество документов и представила их правительству. В 1919 году парламент АДР объявил 31 марта как день геноцида азербайджанцев. Несмотря на то, что в советское время предпринимались попытки стереть из памяти народа эти кровавые события, после обретения Азербайджаном независимости на основе исторических документов были проведены многочисленные исследования и изданы книги о трагических событиях начала 20 века. А 26 марта 1998 года общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев подписал указ о геноциде азербайджанцев. С того времени 31 марта в республике ежегодно отмечается как день геноцида азербайджанцев. Термин «армянский терроризм» впервые был официально использован в ежемесячном бюллетене Госдепартамента США за август 1982 года. Такого, так скажем, внимания армянские террористы удостоились за весьма активное участие в ряде терактов в Ливане, в результате которых погибло немалое количество американских военных и сотрудников международных гуманитарных миссий. К сожалению, Европа в конце прошлого века лояльно относилась к совершаемым армянскими боевиками преступлениям. У нее на это были свои причины, которые, однако, ни в коем случае нельзя оправдать. Об этом и в целом армянском терроризме в Европе и на Ближнем Востоке в интервью итогом недели рассказал руководитель проекта «Большой Ближний Восток» Али Гаджизаде. Касаясь в целом вопроса терроризма в странах Европы, Ближнего Востока, исследователи отводят особое внимание армянскому терроризму. Эта тема актуальна и сегодня. Почему, на ваш взгляд, сегодня необходимо продолжать ее изучать? Все темы, связанные с террористической деятельностью, с подрывной деятельностью, с саботажем и так далее, достойны внимания, и их следует изучать, дабы понимать, скажем так, истоки этого явления и понять, что и как нужно сделать, чтобы такие действия не повторялись. Это первая часть. Вторая часть, в результате деятельности этих террористов, кстати, некоторые из них по-прежнему находятся в заключении в Соединенных Штатах Америки, потому что, в отличие, например, от государств Европы, США более принципиально выступали по этим вопросам, и они там не получали какие-то условные сроки, а получали полные сроки как террористы. Исходя из этого, живы жертвы этого террора, то есть люди, которые получили ранения, люди, которые стали калеками и так далее, в Турции в частности. Живы близкие людей, которых были убиты в ходе этих террористических актов, не только там в Турции, в том числе и в Европе, и в Соединенных Штатах, и так далее, и на Ближнем Востоке. Террористические акты были устроены со стороны армянских террористов. Конечно, они действовали не в одиночку. Конечно, они преследовали вполне конкретные цели. Но, скажем так, люди, которые исследуют этот вопрос, которые пишут на эту тему, журналисты, эксперты и так далее, когда рассматривают вопрос терроризма в Европе, и терроризма, который, по сути дела, истоки которого шли с Ближним Востоком, потому что основные активные армяне, скажем так, вовлеченные в эту деятельность, это были армяне из Сирии, из Ливана, с этих территорий. Там проходила их подготовка? Там подходила их подготовка. В Ливане это долина Бека. Что интересно, что по сей день долина Бека используется разными террористическими организациями. Как для подготовки террористов и так далее, так и для своих постоянных лагерей, так и для наркоторговли, которая там очень процветает. И все это же было в 70-х годах, все это же было в 80-х годах. И, безусловно, нужно понимать, что если бы в Асала, в ее существовании, в ее деятельности не была заинтересована какая-то сверхдержава, то Асала, скорее всего, и не появилась бы, и не смогла бы набрать такие обороты. Можно ли сегодня эту террористическую группировку назвать действующей? Я бы назвал ее спящей. Мы должны немножко вернуться назад. Как получилось, что Асала развалилась? Во-первых, у той сверхдержавы, которая сыграла ключевую роль в формировании, скажем так, развитии и деятельности Асалы, исчезла, скажем так, необходимость такого рода организации, потому что они ее заменили другой. Асала обходилась, скажем так, дороже, проблем было больше, перспектив было не столько, сколько у другой организации, которая была заменена. И тут Асала столкнулся с определенными финансовыми проблемами. Но финансовые проблемы были решены за счет финансирования состоятельных людей, которые были в армянской диаспоре, то есть начали поступать оттуда средства. Но тут возникли другие проблемы. Члены Асалы банально не могли поделить эти средства между собой. В результате произошел раскол на несколько разных группировок. И эти группировки большую часть времени, определенную часть времени, скажем так, это после 1985 года, после 1984-1985 годов, они тратили это, вот эти, их ресурсы, средства и так далее, в большинстве случаев на борьбу между собой, а не на борьбу, скажем так, с врагом, который они считали, Турция в данном случае. И со временем это произошло к тому, что эти отколосшиеся группы, они полностью маргинализировались и, скажем так, сошлись с мировой террористической сцены. Я не исключаю, что организация может, скажем так, проснуться, может, ее могут воскресить, в данном случае спецслужбы Армении. Какова будет эффективность, это под вопросом, потому что мир уже не тот, который был в 70-80-х годах. И отношение к терроризму в мире тоже не такое, которое было в 70-80-х годах, даже если, скажем так, целями террористов становятся азербайджанцы или турки. И в этом плане, да, они могут воскресить эту организацию, но и мы должны быть готовы к любым сценариям. Но я не думаю, что это будет, скажем так, такая эффективная организация, которой она была в 70-х годах и в ранних 80-х, в начале 80-х. Вот как вы отметили, отношение к терроризму тогда было другое, сегодня другое. Почему на тот период отношение к армянскому терроризму, в том числе в странах Европы, было лояльным? Понимаете, например, французские спецслужбы, они пришли к определенному соглашению, согласно, конечно, репорту Центрального разведывательного управления США, они пришли к определенному соглашению с армянскими террористами, что вы не устраиваете теракты у нас и против наших граждан, мы вас не трогаем, если так условно сказать. Это соглашение просуществовало до известного теракта в Урли, но даже после этого, когда пострадались иностранные граждане, французские граждане, тем более Урли, это один из важнейших аэропортов страны, это и удар по престижу страны, тем более по стране, которая зарабатывает колоссальные деньги от туризма, и даже после этого, если вы посмотрите действия французских властей, то они не были слишком суровыми. Тут играет роль, понимаете, сразу несколько факторов. Во-первых, мы не должны забывать, что Франция, как и Турция, были членами НАТО на тот момент. То есть Турция считалась союзником Франции, но, тем не менее, это не мешало Франции и французским спецслужбам за закрытыми дверьми договариваться с террористами, которые воевали против Турции. И после теракта в Урли французские власти немного подкорректировали, я не могу сказать, что изменили свое отношение к армянским террористам, немного подкорректировали его. Другие страны не так особо отличились. Помимо Франции, давайте приведем примеры в других странах, когда армянские террористы совершали взрывы. Есть примеры, например, США. Там было несколько случаев взрывы, попытки и так далее. Там в большинстве своем эти террористы были арестованы. Например, один из них, Ампик Сасунян, он до сих пор находится в заключении. И они были привлечены к ответственности. Но даже в США есть случаи, например, связанные с руководителем американского национального армянского комитета Мурадом Тополяном, когда выяснилось, что он имеет связи с террористами с Ближнего Востока. ФБР долгое время ввело расследование. Его привлекли, в конце концов, к ответственности, но его привлекли к ответственности не за пособничество терроризму, не за, скажем так, контакты с террористами и так далее, а за незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ. Он получил определенный срок. Естественно, он покинул свой пост. Он получил определенный срок. И после этого срока он сейчас активно участвует в работе, скажем так, американской и армянской диаспоры. Естественно, ведет свою деятельность против Турции и против Азербайджана. Армянский терроризм всегда получал поддержку со стороны церкви, как материальную, так и моральную. На ваш взгляд, зачем это было необходимо, казалось бы, священному месту? Мы должны понимать, что армянская церковь, в данном случае церковь, которая находилась в Ичмайадзине, была полностью под контролем... То есть тут есть два вопроса. Первое, эта церковь была полностью под контролем соответствующих служб Советского Союза. И они в определенных моментах использовали, естественно, свои эти возможности, чтобы действовать не напрямую, а через церковь. Это раз. Два. В этом вопросе, скажем так, интересы мирового армянства, частью которого, конечно, важной частью которого и представителем которой является армянская церковь, находящаяся в центре Ичмайадзине, и интересы первого главного управления КГБ СССР совпадали. И если мы немножко вернемся назад, то, например, в XIX век в Османскую империю, Стамбул, например, где находится армянский католикосат, где восседает, скажем так, католикос, западные страны, это Великобритания, это Франция, они проявляли определенный интерес именно к армянской церкви, как к структуре, которая может влиять на других, на, скажем, на свою паству, на людей этой национальности, которые поживают в Османской империи. И армянская церковь на долгое время, вплоть до 1915, 16, 17 годов, стала проводником, скажем так, всяких националистических идей для армянского общества, проводником подрывных идей и так далее. То есть церковь служила, так как не было армянского государства, церковь служила, скажем так, идеей распространения националистических настроений и идей среди армян церковь играла роль, скажем так, как центр притяжения для армян, центр объединения, идеологический центр и так далее. То есть церковные функции были на втором плане. Спасибо большое за внимание. Вам спасибо. Тема армянского терроризма и его тяжких последствий обсудили в Баку политологи и историки из Турции, России, Ирана, Молдовы и Франции. Участники международной конференции под названием «Армянский террор против азербайджанского мультикультурализма» 1918-2018 провели анализ событий начала и конца 20 века, происходивших в Азербайджане, и сошлись во мнении. Армяно-Азербайджанский Нагор на Карабахский конфликт, разгоревшийся в конце 20 века и приведший к оккупации 20% в территории Азербайджана, стал продолжением давней политики армянских националистов. Испокон веков Азербайджан являлся одним из центров мультикультурализма. Столетиями в мире и согласии здесь проживали представители различных национальностей. Однако именно в Азербайджане в начале 20 века была пролита кровь ни в чем не повинных людей. Армянские националисты осуществили акт геноцида не только против азербайджанцев, но и представителей других народов. По мнению ученых, переселение армян на азербайджанские земли царской России носило понятные цели – иметь союзников на Кавказе и опору для подавления мусульман. При этом армяне грезили своей идеей создания на азербайджанских территориях так называемой Великой Армении. Зверства армян продолжались даже после провозглашения Азербайджанской СССР уже при советской власти. И советские власти этому никак не мешали. Только, возможно, после вмешательства Москвы и уже после того, как советские органы власти более-менее установились в Азербайджане, этот террор удалось приостановить. С распадом СССР армянские националисты вновь стали заявлять о своих претензиях на азербайджанские территории и продолжили попытку этнической чистки. За одну ночь в феврале 1992 года в азербайджанском городе Ходжалы было убито 613 мирных жителей. Миллион азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. 20% территории Азербайджана на Горный Карабах и 7 прилегающих к нему районов по сей день находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. Позиция армянской стороны абсолютно неконструктивная. И что самое ужасное, она подрывает то общерегиональное кавказское сотрудничество, которое столь важно для того, чтобы все кавказские республики развивались. Именно стабильность, солидарность и последовательность действий и мирное развитие кавказского региона являются единственной возможностью для Кавказа все больше и больше развиваться и все больше и больше интегрироваться в тот все более и более развивающийся мир, который нас окружает. Сегодня, мне кажется, принципиально уже надо рассматривать такие вопросы, как карабахская проблема. И здесь уже не должно быть двойного мнения. Карабах должен возвратиться к Азербайджану. И в этом отношении и все мировое сотрудничество, и все прогрессивные политики должны быть едиными. Как, впрочем, и весь Кавказ в отношении этого вопроса. Результатом агрессорской политики руководства Армении стало то, что сегодня эта республика в стороне от реализуемых в регионе энергетических и транспортных проектов. Уровень бедности и безработицы в ней только растет. Эмиграция не прекращается, численность населения чуть более двух миллионов человек. Вылезти же армянское государство из этого тупика может только деоккупация азербайджанских земель и налаживание добрососедских отношений. Лила Курбанова, Джавид Гадыров, Сибиси. Политику террора в Армении продолжают и сегодня. Официально Ереван открыто пропагандирует среди армянского народа идеологию нацистского генерала Гаригин Анжде. Эту проблему обсудили на международной конференции в Тбилиси десятки представителей различных антифашистских движений, общественных организаций, ветеран и войн. Примечательно, что в конференции приняли участие и представители армянской общественности Грузии. Мировое сообщество должно принять конкретные меры для пресечения возвеличивания фашизма. К этому призвали участники международной конференции в Тбилиси. По их мнению, прославление нацистского прошлого и неонацизма в Армении и других странах недопустимо и чревато серьезными последствиями. Мероприятие на столь актуальную тему получило широкое освещение в СМИ. Если судить по прессе, то максимальное внимание было привлечено к тому, что на Кавказе, на государственном уровне, в Армении пропагандируется учение фашистского прихвостня, приспешника Горегина Нжде. В Армении правящая партия издала труды и часть устава организации ЦГКРОН, который создал Горегин Нжде. Ведь, по сути, то, что делал Горегин Нжде и пропагандировал, является расизмом. ЦГКРОН дословно с армянского языка означает «поклонение расе». То, что Горегин Нжде сотрудничал с фашистской Германией и с идеологами фашизма – общеизвестный факт. Его первые труды публиковались в 30-е годы в Мюнхене, который на тот период был центром фашистской идеологии. «Это просто кощунство, когда на территории соседней республики поставят монумент фашисту, командиру армянского легиона Горегину Тер-Арутиньяну Нжде. Известный деятель был такой. Это просто для меня лично неприемлемо. Такие вещи не должны происходить. Тем более, когда такая война была достигнута такими большими жертвами». «От Горегина Нжде и его идеологии отказались даже Дашнаки. Мы знаем, что Дашнак Сютун является террористической организацией, которая ставит своей целью физическое уничтожение, в первую очередь, тюркских мусульманских народов. Но даже они были удивлены и испуганы теми предложениями или теми идеологическими постулатами по уничтожению других народов, которые предлагал и осуществлял Горегин Нжде». Нжде уничтожал азербайджанское тюркское население в Зангизуре, на территории нынешней Армении, в Нагорном Карабахе, в Иране. За кровавые заслуги властями Армении создан его культ. Ему установлены памятники. А среди молодежи пропагандируют путь террора и убийств Нжде. Благо, не все представители армянского народа разделяют политику официального Еревана. Армянская общественность Грузии на конференции в Тбилиси также осудила героизацию фашизма. «Они с пониманием относятся к тому, что это дорога в пропасть. Подобная идеологическая промывка мозгов армянского народа приведет к очередной трагедии для этого народа. Они, насколько я знаю, подписали и резолюцию итоговую». Итоговая резолюция будет направлена в ООН, европейские организации, в адрес президента России, общественной палаты и Госдумы Российской Федерации. В ней не только высказана озабоченность героизации фашизма и культа Нжде в Армении, но и озвучен призыв принять меры в рамках международного права и соответствующих конвенций. Михрибан Касумова, Сибиси. Вы смотрите итоги недели. Продолжаем выпуск. В Турции состоялась трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии. Глава оборонного ведомства Азербайджана отправился в Анкару по приглашению министра национальной обороны Турции. Закир Гасанов, Нуриттин Джаникли и Ливан Изори обсудили перспективы развития военного сотрудничества. Процессы, происходящие в мире и регионе, коснулись деятельности, осуществляемой в сфере обеспечения мира, стабильности и экономического развития и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Было подчеркнуто, что между Баку, Анкарой и Тбилиси развиваются дружеские связи, а отношения, которые поднялись на уровень стратегического партнерства, отражают волю народов Азербайджана, Турции и Грузии. Вопросы региональной безопасности, развития сотрудничества в различных областях военной сферы, а также проведение совместных военных учений. Эти и другие темы обсудили министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и глава Турецкой республики Раджеп Таип Эрдоган. Встреча проходила в президентской резиденции в Анкаре. В ходе переговоров было отмечено, что Азербайджано-Турецкое стратегическое партнерство, основанное на дружеских и братских отношениях, продолжает укрепляться. Между тем, в Армении звучат заявления о якобы оснащении армянской армии на высоком уровне. Это ничего более, чем очередная попытка отвлечь армянский народ от внутренних проблем, считают военные эксперты Азербайджана, анализируя реальные возможности вооруженных сил Армении. Как уже неоднократно говорил президент Азербайджана господин Ильхам Алиев, что если мирным путем вопрос Карабаха не удастся решить, то Азербайджан всеми возможными способами, в том числе и силой, будет освобождать свою оккупированную территорию и восстановит территориальную целостность республики. Поэтому, зная об этом и зная о растущей мощи вооруженных сил, которые основаны на растущей экономическом развитии Азербайджана, вы знаете, у нас прекрасно развивается военная промышленность во всех направлениях. И поэтому все эти в комплексе факторы, конечно, беспокоят общественность Армении. В последние годы армянская армия приобрела технику советской армии в 80-х годах. Эта техника была предоставлена Армении со стороны страны-союзника России просто для выполнения определенного плана. Руководство армянской армии выступает с подобными популистскими заявлениями лишь для того, чтобы усыпить бдительность общественности своей страны. Военные эксперты также подчеркивают, наглядным примером реалий состояния армянской армии стали апрельские события 2016 года в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. С того периода минуло два года. Вооруженную провокацию армянская сторона совершила в ночь на 2 апреля. В результате контрнаступательной операции азербайджанской армии так называемая линия обороны Аганяна была прорвана за считанные часы. Сегодня флаг Азербайджана развивается над освобожденными в апреле 2016 года территориями Физулинского, Джебраильского и Агдеринского районов республики. Были освобождены тысячи гектаров азербайджанских земель. Апрельские бои показали, что Азербайджан и его народ никогда не смирятся с оккупацией своих земель и во что бы то ни стало восстановят территориальную целостность страны. В ходе этих боев и после них мы стали свидетелями героизма нашего народа. Армения, как всегда, открывает огонь по гражданскому населению, когда терпит поражение на поле боя. Так случилось и на сей раз. Были разрушены дома сотен наших сельских жителей, погибли несколько гражданских лиц. Но наши люди, граждане, проживающие в местах недалеко от линии соприкосновения, проявили большое мужество. Никто не сдвинулся с места. Они не покинули свои дома, сёла. Армяне считали, что будет так, как произошло в начале 1990-х годов. Но они просчитались. Апрельские бои полностью развеяли мифы о силе армянской армии. Стало предельно ясно, что без внешней помощи Армения не сможет держать азербайджанские земли под оккупацией и не удержит. Когда нам поступила информация о провокациях противника, мы, военнослужащие танкового подразделения, направились в сторону позиции противника, которые располагались около реки Инджа. Проведя успешную контрнаступательную операцию, войска армии Азербайджана прорвали так называемую линию обороны Аганьяна. Уничтожив живую силу противника, мы разнесли в пух и прах их позиции. Дело в том, что они находились в непосредственной близости к азербайджанскому селу Таб-гора Гойнлу. И село ежедневно подвергалось обстрелу. Для защиты от обстрелов была даже построена каменная стена. Сейчас в ней нет необходимости. Войска противника сильно отброшены назад. Территория полностью контролируется армией Азербайджана. Весь мир, в том числе страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, признают Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Всё, что происходит и может произойти на оккупированных территориях, это внутреннее дело Азербайджана, неоднократно подчёркивал официальный Баку. Азербайджан также продемонстрировал, что продолжает оставаться приверженным мирному решению конфликта, несмотря на то, что у нас есть все силы, чтобы решить проблему военным путём. Апрельские бои в зоне Нагорно-Карабахского конфликта произошли в ночь на 2 апреля 2016 года. Оценив ситуацию, командование вооружённых сил Азербайджана предприняло ответные меры. Военные действия на линии соприкосновения войск были приостановлены 5 апреля. Трагедия, которая никого не оставила равнодушным. Всю неделю международное сообщество выражает соболезнования семьям погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове. По числу жертв это один из четырёх крупнейших пожаров в России за последние сто лет. 28 марта Владимир Путин объявил днём национального траура. Следственный комитет России сообщил о вопиющих нарушениях противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело. Под арест взяты пять подозреваемых. Между тем, по поручению президента фонда Гейдара Алиева Мехребан Алиевой семьям жертв и пострадавшим при пожаре в торговом центре в городе Кемерово была отправлена гуманитарная помощь. Правительство Азербайджана поддержало инициативу фонда. Азербайджан и Россию связывают вековые дружеские и добрососедские отношения. Оба народа всегда поддерживали друг друга в тяжёлое время. Президент России Владимир Путин прилетел в Кемерово 27 марта и сразу же отправился к сгоревшему торговому центру, где возложил букет, а также осмотрел фасад торгового центра. На совещании, посвященном ликвидации последствий пожара, глава российского государства поручил главе Следственного комитета Александру Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию. Что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана где-то в шахте, неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии, теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за родильдяйства. В центре Кемерово проходили митинги. Тысячи людей требовали достоверной информации о числе погибших. Официальные данные – 64 жертвы трагедии, более 70 пострадавших. Почти сразу после распространения информации о гибели людей при пожаре в Кемерово Соболезнование главе Российской Федерации выразил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Посетившее российское посольство в Баку, первый вице-президент страны Мехрибан Алиева оставила запись в книге соболезнований. Жители Баку провели акцию в память о жертвах страшного пожара в торгово-развлекательном центре в российском городе Кемерово. В знак скорби по погибшим с Бакинского приморского бульвара были запущены сотни белых воздушных шаров. Жители столицы продолжают приносить цветы и игрушки к зданию посольства России в Азербайджане, чтобы почтить память жертв страшной трагедии. Среди погибших был 41 ребенок. Я очень сопереживаю всем, у кого там погибли родные и близкие, а тем более маленькие дети. Мне это очень близко, потому что у меня у самого двое маленьких детей, и мы тоже очень часто ходим в торговые центры. Поэтому я оскорблю вместе со всеми. Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг разгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Причины трагедии выясняются. Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности в регионе и в мире. Об этом заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута на мероприятии, посвященном завершению его дипломатической миссии в стране. По его словам, другим фактором, обеспечивающим важную роль Азербайджана в регионе, является транзитный потенциал Азербайджана. Посол также отметил, что железная дорога Баку-Тибилиси-Карс и новый международный морской торговый порт в поселке Алят превращаются в важнейшие компоненты нового шелкового пути. Нефтяные запасы Азербайджана стратегически важны. Географическое положение Азербайджана и сотрудничество страны с Грузией и Турцией приведет к своевременной поставке азербайджанской нефти в Европу и далее на мировые рынки. Это, в свою очередь, гарантирует региональную и глобальную энергобезопасность. И в завершении выпуска в Берлине состоялся турнир претендентов на мировую шахматную корону. В заключительном, 14-м туре соревнования, азербайджанский грузмейстер Шахрияр Мамедьяров сыграл в ничью с россиянином Владимиром Крамником. Набравший 8 очков, представитель Азербайджана занял второе место. Победителем же состязания стал Фабиану Каруана из США, в активе которого 9 баллов. Таким образом, именно он получил возможность оспорить в ноябре шахматную корону в противостоянии с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсоном. Вы смотрели «Итоги недели» на телеканале CBC. Я прощаюсь с вами. Увидимся в воскресенье в 21.00. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин